Аварию СБТР рассмотрят в закрытом режиме Аварию СБТР рассмотрят в закрытом режиме Пострадавшие от военной техники судятся с Минобороны Коммерсант от 15 мая 2019 года, 2029 Ленинский райсуд Курска приступил к рассмотрению исков автовладельцев Чьи транспортные средства пострадали в результате курьезного ДТП Бронетранспортер, двигавшийся задним ходом по городской улице Смял несколько легковых машин Ущерб составил 1,2 миллиона рублей В Курском военном гарнизоне сначала обвинили в случившемся самих гражданских А затем потребовали провести процесс в закрытом режиме По словам представителя одного из истцов, БТР не был застрахован ДТП с участием военной техники и легковых автомобилей Произошло днем 27 февраля в центре Курска, на улице Добролюбова Как видно на фото и видео очевидцев, четыре легковушки оказались зажаты между двумя бронетранспортерами войсковой части 11262, 27-я отдельная бригада радиационной, химической и биологической защиты Командование Курского военного гарнизона практически сразу обвинило в случившемся автомобилистов ДТП произошло в результате вклинивания гражданских легковых автомобилей в организованную колонну в военной технике Следовавший по установленному маршруту в пункт постоянной дислокации, уверяли от там Однако через несколько дней в сети появилась запись видеорегистратора первого из пострадавших автомобилей, которая опровергла версию военных Как видно на кадрах, колонна совершала поворот с улицы Красная Армия на улицу Добролюбова На разрешающий сигнал светофора успели проехать только два БТР Именно первый автомобиль, как показали проведенные экспертизы, пострадал сильнее всего Ущерб Volkswagen Tug Ирина Гавловская составила 864 тысячи рубль Еще 48 тысяч рубль Истец потратила на эвакуатор, юриста, экспертизу и госпошлину Вторым в паровозике оказался ВАЗ 21099 Юлия Оливой, ущерб которому составил 67 тысяч рубль Издержки еще 30,7 тысячи рубль Наконец, последний автомобиль Hyundai Solaris Александра Дурнева пострадал на 219,5 тысячи рубль Издержки 13,4 тысячи рубль Четвертый участник ДТП Передвигавшись на Toyota Пока исковых требований в суд не заявил По словам юриста Олега Никитина, представляющего интересы владельца Hyundai Solaris Сотрудники ГИБДД установили, что ДТП произошло по вине водителя БТР, который начал сдавать назад К ответственности его не привлекли, потому что нет такого штрафа, сказал господин Никитин При этом он уточнил, что страховки у БТР не было, поэтому пострадавшим пришлось подавать иски к Минобороны в лице войсковой части Как пояснили твердый знак в Ленинском райсуде, на прошедших 15 мая заседаниях по первым двум искам ведомства ходатайствовало о проведении процесса в закрытом режиме Причина в военной тайне, сказали в суде Представитель истцов Артем Зубков отказался от комментариев Рассмотрение третьего иска назначено на 16 мая В пресс-службе Западного военного округа не ответили на запрос твердый знак Андрей Прах, Воронеж